Здравствуйте, товарищи инженеры! У нас могучие фиксики, у вас Новый год на носу, и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики. Это игра Факторио с глобальными модификациями от Боба и Ангела. Итак, наша предновогодняя фабрика. У нас сегодня четверо фиксиков участвуют. Влад, Алексит, Викифокс и Млексери. Так, значит, какие исходные данные, чем будем заниматься? В общем, всё, что было в конце прошлой серии и основные баги, какие я выявил и в комментариях почитал, я постарался пофиксить. Мне писали, что у меня вот здесь комбинатор был не включен где-то на угле, где у меня затор возникал, вот в этом месте. Я его вроде как вот тут вот. Я его вроде как включил, всё нормально, всё здесь прогнали, и по мелочи некоторые баги устранил. Вот, значит, дальше, чем мы будем сейчас заниматься и что было немножко подделано? Вот здесь фиксики у нас поставили небольшой колхозец на латунь. То есть делается химпечь, делается цинк. Ну, тут просто запрос стоит, руками погрузили. И отсюда берётся слиток медный, отсюда цинковый слиток. И всё, делается, собственно, наша латунь. Нужна она для того, чтобы сделать следующий тир некоторых производств. В принципе, возможность есть, но большой цех под неё ставить не хочу. Поэтому вот такое было сделано, чтобы, ну, в смысле, проапгрейдить некоторые производства здесь, на фабрике, на стартовой. Потому что массивы какие-то большие ставить смысла пока нет. Вот поэтому вот так вот сделано. Банки по-прежнему всё делается, как делалось. Здесь наука у нас идёт. Дальше. Тут в целом всё то же самое. Тут поручено вот эти вот кристаллизаторы поставить схему. Ну, шесть кристаллизаторов они тут сделают, чтобы титан у нас слегка побыстрее здесь собирался колхозно. Вот. И, возможно, будет установлен вот здесь блок электростанций. И здесь проапгрейдились на красные сборочники. То есть тут сейчас брикетов деревянных будет делаться больше. Ну, и ещё я просил ленту на синюю поменять, если вдруг не будет хватать здесь для производства. Но здесь хватает, поэтому смысла нет. И здесь, в принципе, сейчас гораздо больше брикетов пойдёт. Единственное, что тут может быть пропускной способности. Ну, хотя нет, всё тут работает нормально. Здесь, возможно, какой-то датчик я ещё поставлю, чтобы понимать, что у нас слегка не хватает вот этих вот брикетов, чтобы электростанция работала исправно. Но в случае, если хватать не будет, я ещё отсюда буду перевозить топливо твёрдо. Потому что его много, его надо будет складировать. В общем, задачи на эту серию поставлены. Подключить Рудуса Ферита и Кротиниум, сделать некий склад здесь. И повесить его в ЛТН-сеть. В общем, чем буду я заниматься? Я сейчас буду делать полную оптимизацию всякого. Ладно, с вводным словом закончено. Фиксиков отпустим. В общем, начнём с чего? Начнём с чего? Мне нужно сейчас будет все ЛТН-станции, вообще всю железную дорогу по-человечески переделать. Переделать на нормальные пакетники, на нормальное всё вот это дело. Потому что мне не устраивает то, что вот эта погрузка тут каким-то странным образом происходит. Ну, включая вот это вот. Вот. Поэтому это всё сейчас я буду потихоньку переделывать. Это будет рутина в квадрате про железную дорогу и про фиксы текущего вот этого всего. Также в серии я собираюсь подключить в работу наконец-то этот хаб гигантский. Поэтому придётся его немножко поднастроить и посмотреть то, что всё работает. Отлавить работу его. Будет он загружаться почти полностью весь. Ну, здесь часть работать, наверное, пока что не будет. Вот. Ну, под это поставлено вот это хозяйство, вот эта станция. Я её потом позже хочу использовать. А тут в целом оно всё должно работать. Но тоже, скорее всего, придётся напильником его подредактировать. Потому что текущее состояние, оно мне не очень устраивает. Но это мы посмотрим. Это мы посмотрим. Для начала давайте начнём делать какие-то мелкие фиксы, которые есть у нас. Например, что у нас за запрос идёт? Ладно, здесь пускай работает. Например, вот с этого начать. Здесь просто стоят вот эти ребята. Их нужно заменить сейчас на пакетники будет. Поэтому я сейчас всё позаменяю по-человечески. Пакетники, в принципе, экспресс-пакетный фильтрующий. Так, дружочек, стой пока что. Блин, что-то... Слушайте, а что у меня обычных пакетников нет, что ли? Блин, ну это грустно. Ладно, я пока вот так накину сейчас за ними сбегаю. Покажу, каким образом по-нормальному это всё нужно располагать. Так, манипуляторы вроде как здесь были. Это что у нас тут? Экспресс-пакетный. Что-то их тут крайне мало. Нифига не делается. Ну, не успевают делаться. А мне нужны будут экспресс-пакетные фильтрующие. И ещё, чтобы это всё пофиксить. Я сейчас схемку какую-то принципиальную, наверное, накидаю. Так, тут у нас делается фильтрующий. А что тебе не хватает? А, титана не хватает. Ну, с титаном тоже придётся как-то разобраться. Так, и здесь, собственно, чтобы всё быстро грузилось и проблем никаких не возникало, сделать нужно вот так вот. И настроить это нужно по-человечески. Как по-человечески? Забираем отсюда, выдаём сюда. Всё, она с какой-то бешеной скоростью начинает выгружаться. Тут, в принципе, вот эту брать, сюда поставить и сделать то же самое. Снизу, сюда. Всё, они, в общем, с колоссальной скоростью это перегружают. Ну, такой приём можно применять везде будет. То есть, делаем минимальный угол у манипуляторов. И всё, они у нас работают. Здесь два достаточно. Вообще, даже было бы одного, наверное, достаточно. Но сейчас нужно будет дождаться, во-первых, пока здесь наклепается. Ну, а здесь у нас нифига не наклепается, потому что Титана не хватает. Вот, по поводу Титана, опять же, поручение, я надеюсь, сейчас выполнить, которое было сказано. Потому что это, опять же, такая рутина, собрать то же самое, что и было собрано вот здесь вот у нас. Ну, блин, скопировать схему и собрать, ну, я не знаю. Зачем в 20 раз показывать? Я лучше вот оптимизацией займусь. Теми моментами, на которых проблема может быть в фиксиках. Как экспресс-пакетник нужно сейчас сюда вот загнать. И да, пока мы тут обсуждали все, исследовалась технология на четвертую линейку пояса. Так, ну, здесь нужно сделать точно такое же. Поставить фильтры и переопределить размер. Так, и тут у нас... Эти ребята у нас выгружают из паровоза. Поэтому я их сразу отключаю. Так, и у нас шел зеленый провод из вот этого комбинатора. Главное, ничего не перепутать. Так, зеленый провод. Соединяем манипуляторы и кидаем на комбинатор. И все, и у нас все чудесным образом начинает работать. Это у нас значит... Так. Ждите, я тут, скорее всего, что-то напутал. Есть у меня такое подозрение. Блин, это будет печально, если он отпутал. Будет крайне печально. Ладно, поставим, проверим. Так. Да, вот этот провод куда-то в другое место шел. Скорее всего, к столбу вот к этому. Теперь он никуда не идет. Блин, хрен его знает. Вот напутаешь, а потом сиди разбирайся. Вот здесь провод на столб идет. Два красных идут на этот. И с красного они попадают на него. Так, еще раз. Красные провода со столба. Их ставим сюда. Схемы нормальной нету. По-человечески приходится вот так возвращаться. Не пойми как. Так, и красным проводом соединяем эти два. И на столб. Все, сейчас она должна работать. Так, кыш. Что в этой серии я буду заниматься именно вот этим вот всем. Ну и здесь, чтобы быстрее она грузилась, в принципе, можно воспользоваться той же самой схемой. Снизу вверх. Так, ну и тут придется вот так вот сделать. Чтобы они из одной точки забирали. А эти два... Вот, они не работают. Потому что зеленый провод у нас не идет со станцией. А со станцией он тут напрямую шел. Нужно поэтому сейчас немножко тут внести корректировки. По станции направляем. Ну да, он... Эй, ну стой. Куда ты поехал? Нормально же общались, ну. Так, что-то я тут сломал. А, ужас. Короче, нафиг заново поставлю. Сейчас поезд, правда, может увезти туда гадость. Но надеюсь, что все-таки нет. Да, он уехал пустой. Так, еще раз. Все круто, но переделывай. В общем, зеленый провод. Тебя сюда, тебя сюда. Накинуть нужно. Блин, тут надо отдельный столб ставить, иначе все перемешалось. Вот это очень плохо. Отдельный столб сюда накину, чтобы не путаться. Короче, зеленый провод на столб, на выход этого челика. И со станции у нас выход тоже идет на вот этот столб. И все, у нас все работает. Здесь то же самое нужно сделать. Ну, точнее, тут и так то же самое сделано. На разгрузку. И... Блин, здесь вагон приезжает несколько смещенных. Вообще, вот эту колхозину нужно как-то переделать будет. Очень много времени я сейчас на нее трачу. На какую-то фигню. Так. Значит, следующее. Помимо всего прочего, я хотел бы еще в этой серии настроить нашу... Настроить нашу... Нашу вот эту вот сеть всю. Здесь у меня... Так, здесь у меня мол. Из мола... Для мола разгрузка будет, наверное, вот в этом месте и вот в этом. И сюда нужно подвести будет ленты. Я вот все думаю, как тут сделать это по-хитрому, по-человечески. Елочка у нас тут есть. Думаю, но никак не придумаю. Так, для начала, наверное, все-таки нужно будет руду отправить. Практически доделал. Эм... Зачем вот это вам ставить сюда? Непонятно. Пакетник перегрузил быстрее бы было. Такс, по поводу нашего мола. Ладно, мол, наверное, подождет. Надо все-таки поставить, чтобы сюда возилась вот эта труда. Здесь запрос сделан. Но тут надо сейчас немножко фиксы внести. У меня, в принципе, все есть для этих фиксов. Поэтому я сейчас туда пойду и переделаю. Такс. Значит, где у нас? Здесь. Отсюда, в общем, поезд с обычной ЛТН-станцией будет забирать. Ну, обычный ЛТН-поезд. Поэтому сразу же для начала все взять и переделать. Во-первых, нужно все выгружать в один бак, потому что будет одновагонная схема. Во-вторых, эти две станции нужно снести, потому что здесь будут ЛТН-овские станции стоять. Станции ЛТН-овские острова сюда воткну. Две. Эти станции будут у нас снабжать, значит... Так, что тут у нас? Снабжать сапферитом. Вот здесь надо тоже запрос на сапферит сделать. Вот таким образом. Но тут нужно сделать по-хитрому. По-хитрому сейчас поясним, почему. Но для начала нужно ленту сюда загрузить. Тут абсолютно та же самая схема. Вот, вот так. ЛТН-станции подключу чуть позже. Значит, чтобы быстрее загружалась, нужно будет поменять наши манипуляторы. Так. Именовать станции, все это подключить. Но я сейчас для начала схожу наверх, потому что запрос... Здесь нужно сделать контроль. Контроль у меня до этого был сделан. Сейчас поясню, как это работает. В общем, кидаю сюда. Считываться будет с двух баков. Как только сумма в обоих баках достигнет какого-то порога, станции немножко у нас прекратят сверху действовать. Соответственно, все у нас будет выгружаться туда или сюда. Это не очень, конечно, тут как бы грамотно так делать. И вообще бы это надо балансить. Но оно, по идее, должно само баланситься. Там манипуляторы, в принципе, умные. И сами должны это все разбалансить. И мы это сейчас проверим. Вот. И вот это точно так же нужно через вот эту вот опору на контроль повесить. Зачем это надо, сейчас я покажу. Вот. Вешаем сюда. Теперь у нас здесь схема сделана. на контроле. Паутина, конечно, надо сказать. Тяжело будет пояснять. Эти станции тоже снимают. Потому что же ЛТН будет. Вот. Вешаем сюда. Две ЛТН станции. Так. Ставим сюда столб, чтобы он работал. Два ЛТН. Здесь, в общем, сделан контроль. Как только вот в этом, точнее, как только вот в этих двух ящиках и в нижних, которые я зеленым проводом подключил, накапливается 150 тысяч руды. А 150 почему? Потому что 150 вот здесь задано. То есть, я вот в этих вот комбинаторах сразу задаю пороговый уровень. 150 тысяч. То есть, 150 тысяч – это крайний порог, который у нас срабатывает. Схема так сделана. Вот, задаю 150 тысяч там. Соответственно, как только там 150 тысяч вот в этих баках накапливается, или 150 тут, или 150 там, у нас блокируются вот эти пропускные контроллеры на конвейерах. Вот, он заблокируется у нас, и дальше ничего поступать туда не будет. Блокировка сделана через логику. То есть, сигнал здесь умножается на минус 1 и складывается, и здесь умножается на минус 1. Вот, и складывается на столбе. Тут красным, как мы видим, там зеленым. Вот и все. Тут идет суммирование, и оно прекращает свою работу. То есть, отсюда у нас ничего подаваться не будет. Сюда, значит, будет подвозиться ЛТН поездами и выгружаться прямо на те ленты. Единственное, что здесь пропускные способности, конечно, не очень хватит. Не на очень много. Так? И, как мы видим, вот здесь тоже фильтры сразу заданы. И здесь будут фильтры заданы, вот в эту сторону, направо. Это, конечно, надо все будет переделать потом на манипуляторы. Вот. Но пока не до этого. Точнее, до этого, но это нужно как-то массово переделать. Тут, к сожалению, схема... Идея у меня интересная была, но пропускной способности, к сожалению, оказалось недостаточно. Здесь везде тоже вот эти фильтры установились, но на эти фильтры, в принципе, пофигу. На них можно не обращать внимания. Так, единственное, что почему они... Они, по идее, не должны были здесь включаться. А, ну да. Они так и будут висеть до тех пор, пока здесь что-нибудь не окажется. Когда тут окажется какая-нибудь фигня, эти фильтры уберутся. Так что пускай висят. Здесь, соответственно, фильтр дживолитовский идет. Тут стеротит. Ну, или что-то за руда. Тут бабмониум. Там, не знаю. В общем, вот это вот все, оно сразу, потому что снизу оно задано. Определенными значениями. Но станции пока не активны. Сейчас станции, значит, будем эти включать и мегахаб будем пускать в работу. Так, и здесь я хотел бы посмотреть, что у нас все нормально работает. Так, у нас тут ничего нормально не работает. Так, что-то там сломалось. Что-то пошло не так. Так и знал, что там какой-то косяк будет. Блин, все же нормально было настроено. Я взял все, сломал. Как обычно. Ну, ладно, тут, блин, выбора нет. Вот, видите, вот вам будет урок. Никогда не колхозь делать по-человечески, и тогда не будет проблем возникать. Потому что оно до этого работало, а сейчас тут, блин, перелопатил, оно сломалось. Бочки сейчас будут глючить до бесконечности. Так, почему... Тут стоят. Нормальный залипон. Так, здесь... Эти у нас грузят, и я провод не оттуда забрал. Надо не со станции его забирать здесь, при погрузке, а с бочки. Вот с этого. То есть, в бочке провод должен быть прокинут вот сюда. То есть, нужно, значит, отсюда до станции вырубить. Так. Блин, я не знаю, куда он там поехал. И прокинуть... Прокинуть... Прокинуть красным проводом. Нет, или я что-то опять перепутал. Ужас. Все неправильно здесь. Вот сделал станцию, и сам хрень знает, как я сделал. Точнее, прошла неделя, я просто забыл, как это было сделано. Видите, что происходит. Как с этим жить? Он сейчас будет с бочками ездить? Поезд-то? Или куда он там уехал? Ну, он явно не сюда ездит. Попробую еще отловить этот поезд. Блин, хрен его знает, где он. Ладно, потом как-нибудь найду. Лет через 200 найду его. Так. Хотя нет, вот он. С чем-то едет у нас. С бочкой. Так, куда он едет? Надеюсь, ко мне. С этой бочкой. Шут не задавило. Все, вот так сделаем. Выгрузить он должен то, что в поезде. При этом выгружать и не отправлять сюда. Так? Фильтры. Блин, я сейчас, к сожалению, опять на работу тупить. И, возможно, на монтаже это вырежу. Потому что, ну, не знаю, напрягает меня вот эта ситуация, когда вот так вот получается. Но не должно так быть. Не должно так через зад работать. Поставить фильтры. Так, здесь мы берем со станции. И грузим сюда. Почему вот эти ребята выгружают тогда, когда они выгружать не должны? Вот в чем вопрос. Они у нас работают только... Не, надо это пофиксить. Ладно, это я, наверное, на монтаже вырежу. Не, подождите. Зачем на монтаже вырезать? Здесь нормально погрузилось. А почему бочки глючит? Ничего не понимаю. Что за дела? Игра, что ты делаешь? Так, мне нужны бочки чистые. Надо сейчас проверить, то, что оно все работает. Почему с бочками-то глюк был? Бочки у меня тут есть. Сейчас добавим в сеть немножко. Я был уверен, что здесь столько бочек не было. Кто-то сюда их накидал. Предполагаю, даже кто. Так, давай-ка их сюда. Бочки сейчас в целом должны увестись. Так, у нас на что запрос идет? Ну, вот здесь вот нормально эти выгружаются. И никаких проблем с погрузкой бочки не идет. Почему там бочки туда-сюда грузились, вообще не понимаю. Что я сделал не так? И схема, в принципе, здесь подключена по-человечески. Так она должна быть подключена. То есть у нас мы считываем данные из станции. Так. Ну вот. Никогда такого не было и вот опять. Так. Вот эти ребята, кстати, начинали нормально работать до тех пор. Пока лишних бочек не было. Да, они вот работают. Блин. Угу. То есть... Давайте дебажить тогда. Вот прямая отладка. Сейчас фильтры стоят. Как только здесь бочек становится больше, чем требуется, врубаются здесь фильтры. Но они очень быстро перегружаются, к сожалению. Не успевают даже отследить. Странно. Хорошо. Эти у нас получают данные с поезда. Блин. Что за цикливание-то идет? Нормально же все работало. Ну, алло, схема. Ф-. Хем- milestone. Что за цикливание-то? Ну, алло, схема. Просто двигаем. Хем-inal. так значит запрос 100 комбинатор делает минус 100 здесь минус 100 как только в поезде становится чуть больше сотни больше сотни вот эти комбинаторы начинают работать они не должны работать если там стало чуть больше сотни так соответственно чтобы они не работали нужно наверное сигнал все-таки умножить на 2 и направить туда да не гарантированно работать не будет а или либо ограничить запрос чтобы больше сотки здесь гарантированно не было может быть проще умножить на 2 его посмотреть это будет работать поезд тут в принципе будет стоять долго еще так что я ему отключил максимальное время работ каждый умножаем на 2 все равно работаешь понятно выход каждый все ящик поезд погрузил больше чем надо но это конечно такой колхозный вариант решения вот это вот вариант решения колхозные нужно как-то по-другому наверно будет обходить либо ограничивать тут тут община фильтры накинуть и я вообще я эту систему на отложке картах картах проверял здесь просто схема на колхозе на не должен быть такой целом тут на контролировать только груз мы погружаем чтобы оверфлоу большого не было иначе получается большой оверфлоу и ну то что вот эти манипуляторы грузит помогать их бочек а бочки нас мелкими стаками из этого возникает такая проблема вот чтобы гарантированно исключить эту фигню можно просто сигнал на 2 умножить когда здесь будет минус 200 однозначно они здесь больше чем надо не погрузят и косяков происходить не будет примерно так подозреваю конечно что никто ничего не понял примерно такая схема можно убедиться наслать сюда еще один поезд и проверить то что но все так будет работать так что у нас с подключением здесь уже склады сделаны и тут у нас не знаю зачем мини лоудерами тут настроено все пакетниками было бы быстрее не знаю почему здесь пакетниками тут надо мини лоудерами здесь на пакетниками они наоборот запомните дети такая фигня здесь правильно сделано здесь правильно сделано здесь неправильно и здесь неправильно так тут я заменил ладно продолжаем заменять очень много болтовни вообще ничего не происходит сожалению ну блин тут ничего не поделаешь тут она и игра вот такая вот сплошная переделка и работа так это убираем здесь станция где у меня когда здесь станция починина благодаря вот этому костылю непонятно так и поиск от сюда не не знаю как этом запрос исполняется у него у нас с чем у нас ни с чем запрос на батарейки до все замечательно работает как я еще хочу проверить хочу не будет ли у нас будет ли у нас каких-то проблем в дальнейшем ладно это я еще параллельно потестирую потому что все равно нужно будет эти моменты все каким-то образом утрясти так дальше у нас кто нагрузишь уголь вам нужно доделать наш наш мега хаб вообще серия странно как проходит мега мега странная серия мега проблему возникает непонятный на мега фабриках всегда большому кораблю большая торпеда большие проблемы я надеюсь никто на меня не обидится за то что тут много тупенька ну я сразу предупреждал серии много более отчаяния серия просто преисполнена более отчаянием возможно я даже табличку начали повешу то что будет такая фигня так значит здесь продолжаем доделывать тут будет конфигурация значит лтновская на один вагон станции нужно здесь обозвать таким образом щи дистанции на зону чем буду по порядку делать об аут так лтн большими буквами хап что тут у нас с апперит я не знаю как он пишется по-английски об сапал так единственно что имя нужно уникальное дать здесь обратите внимание лампочки стали фиолетовыми так хап сапал дальше подключаем сюда эта серия про фиксирование про попытки починить вот эту всю гадость которая изначально была по нормальной схеме должна была бы сделана они вот это вот все так то значит делаем максимально быструю загрузку через вот такой костыль не костыль хитрый способ так сюда даже вот так надо сделать спресс-пакетный фильтрующий блин на них бы конечно тут не надо тратить на было просто экспресс-пакетники поставить да ладно 12 их даже тут можно сместить в принципе под вагон то хватает как раз 3 так а ты 1 2 ну да все четыре влезают ну и проверка вагона с этим мелким ящиками не совсем удобно получается ну тем не менее настроить можно 1 2 3 так дальше нужно на отдельный столб наверно прокинуть здесь у нас фильтр будет задаваться фильтр будет задаваться куда я не хочу здесь фильтрами задавать давайте сделаем нормально что-то нормально это я имею ввиду обычные комбинаторы так обычный комбинатор у нас фу комбинатор игры манипуляторы так что у нас тут происходит да и тут крайне мало вообще ничего не хватает не хватает массового производства нормального это занимаясь как фигней причем это фигня уже занимаясь полчаса это называется индустриальная прокрастинация тупишь 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 никакого результата результата 0 просто 0 но и результата за серию на 1 серия вообще удалить потому что не не результативно вообще ни разу так я сниму сюда на хрен там не задается здесь смысла задавать фильтры нет потому что грузить будет только одно из этого ящика и вот поэтому я ставлю вот этих ребят сюда так и эти же ребят нужно поставить сюда этих же ребят что такое на ленту съели впервые так здесь сюда сюда надеюсь все правильно так в общем эти у нас загружают в вагон лт нас полный вагон будет возить то что что нам надо полный запрос полный вагон собственно геничный конечно в манипуляторах здесь будет зависать ресурс но учитывая то что у нас тут ну здрасте учитывая то что один тоже ресурс здесь это нам собственно не критично так и теперь нужно сделать сверху фикс и подключить вот это сюда я пока выключу так здесь у нас сеть они одинаковые эти станции должны быть сеть у нас здесь идет первое лтм так сеть у нас первое да так количество поездов 1 и так provide threshold у нас здесь будет сколько там в вагон смещается 8 8000 но в целом достаточно это меня сюда окно и подключаем так тут в лампочку напрямую и здесь да блин лампочку напрямую вот как то так будет 8000 приедет работает а здесь еще нужно ограничить так максимально длину поезда максимальная длина поезда здесь должно быть 2 вот и скопировать сюда а потому что есть трехвагонные есть двухвагонные компоновки ну включая локомотив поэтому нужно вот так вот сделать так сюда да блин это придется фигню делать на каждую тип руды ну руду я буду потихоньку вводить сюда на фабрику чтобы она работала все безостановочно было и здесь осталось подключить вот этих ребят эти ребята должны возить вот откуда отсюда так что тут что тут о меня услышали это временно что ли было здесь сделано на манипуляторах то так а вот здесь я что то не понимаю что происходит на выгружаться она будет крайне долго блин ну придется тогда схему сейчас подготовить просто запрос на сапфирит вот в сети номер один так слушайте у нас вот эта вот станция в какой сети ездит сапфирит у меня сапфирит у меня подавался вот отсюда подается он у меня куда вот сюда вот здесь мне сеть интересует какая поставлена здесь сеть тоже номер один просто иначе он отсюда начнет вывозить вот это все хозяйство и вести наверх здесь сеть нужно поменять здесь сеть нужно поменять на так либо здесь сеть нужно поменять сообразить потому что она начнет ездить ну либо тогда хорошо тогда не включать эту станцию пока что пускай она тут висит а копию нужно сделать вот отсюда то есть прокидываем на эту станцию на эту и здесь одинаковый запрос идет на обе две станции вот и сюда она выгружает как делаем туда комбинатор вот здесь я его скопирую щас и немножко перенастроит вот у нас уголь запрашивает и сам придется переделать все круто но переделывать увеличение подъемности закончено наверное что то тут повеселее исследовать наверное не точно конечно но наверное так ну ладно давайте следующим реквест трешелд реквеста пока вырублен так это значит хорошо то пускай тоже будет сеть номер один я говорю сеть номер номер один лимит трейнс тоже один так что у нас там дальше идет трейнг я что-то не помню на какую мы договорились длину делать уголь кстати перестал возиться потому что его здесь хватает вот так работает ограничитель это о чем я собственно вначале говорил как-то сделано поехало сработало ну сейчас опять заблокирует когда там дофига станет что уголь вывозит угля много очень складироваться некуда ему так ну тут наверно минимальную длину нужно поставить минимальная 3 максимальная 3 чтобы гарантированно сюда на 2 грузовых вагонов приезжал так эта станция у нас не должна быть провайдером то есть она не должна снабжать соответственно провод ставим сюда как-то так тут блин самый большой геморрой выстроить эту структуру чтобы она все работала так хорошо сейчас главное это протянуть проводами как здесь точно так же сделано красный и зеленый почему-то только оно раздельно здесь подключено ну ладно не суть и сделала то же самое чтобы не путаться можно оставить в принципе в одном сундуке так и здесь оно сделано сюда сюда дополнительный столб поставлен сюда на лампочку на лампочку и этот тоже соединен и точно так же красный вешаю на лампочку так и по этим же сам столбам сюда сюда соединяю все разделил красный идет сюда как здесь сделано только тут конечно как по каком-то странном пути сделано ну да ладно не суть красный сюда идет зеленый идет на эту лампочку и пока что он выключен все здесь останется настроить вот этих ребят я тут гнуть вообще не хочу ничего абсолютно поэтому напрямую пока поставлю так здесь у нас идет загрузка здесь у нас идет загрузка точнее разгрузка загрузка в бак я все относительно бачков тут меряю так и погрузка у нас точнее разгрузка того что в пароводе соответственно отсюда нужно считывать и направить сюда считывали она будет хватает так нет здесь неправильно тут потому что считывание не идет с другой станции вот прямо вот с этой соответственно здесь своя линия должна быть и нужно установить фильтр будет просто вручную какой-то какая-то лютейшая дичь кстати начал делать то же самое на этом на все блоки там вообще все прекрасно потому что изначально есть есть манипуляторы уже готовы изначально по-человечески это делается тут я к сожалению затянул и приходится вот это вот вот так вот приходится страдать здесь я пока что станцию не включая чтобы запрос не начал работать хотя здесь запрос еще не настроен запрос на сделать так здесь что у нас а threshold на ну тут можно на 8000 поставить запросу пока 8000 нет 8000 они отсюда довольно быстро уйдут единственно что сейчас конечно выгружаться будет разгружаться поезда будут гораздо быстрее чем уходить ресурс отсюда но это особо особо меня не смущает потому что этот этот молл нужен для того точнее не молл этот хаб нужен для того чтобы все ресурсы выработать потом нужно будет его переделать все круто но переделывай опять же повторюсь я в процессе изучения сборки поэтому иногда могут быть вот такие вот нюансы вполне себе странные так труда минус вот вот так и я пока включать его не буду как только я включу поедут отовсюду в том числе снизу а мне этого не надо то есть нужно для начала перевести вот эту вот эту фабрику которая тут запрос делает на это все вот сюда вот чтобы отсюда снабжение было а потом вот эти поставки наверх сделать и сделать такие же самые поставки вот отсюда даже наверх но здесь пока еще не доделан потому что очень долго все сортируется а я так понимаю тут руками перекидал ну или фиг знает чем потому что иначе она тут выгружалась бы очень долго так ну хорошо по крайней мере сапфирит у нас будет готов придется вот туда в следующей серии наверное давай чуть-чуть фиксить потому что иначе сейчас боюсь не успею ладно это оставим как есть думать дальше будем хапплтн1 тут можно хапплтн2 сделать не важно как станции будут называться можно даже их не переименовывать было целом фиг с ним оставим как есть переделать естественно мне ничего не охота что долго все она сейчас в целом будет работать руда будет делиться напополам я надеюсь но чтобы она совсем напополам делилась гарантирован здесь нужно пакетники ставить в несколько слоев вот такой хитрой системы для быстрой перегрузки это поставить не проблема но возможно чуть позже я этим займусь да такие мега склады нужно изначально рассчитывать на большое количество нормальных манипуляторов а не делать вот 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 эти вот колхозы непонятные так запрос тут готов станции не подключены да здесь у нас эти у нас снабжать могут но ресурсов в них пока что нет так здесь настроил здесь настроил хорошо фиг знает сколько времени потратил на то чтобы сделать какую-то мелкую фигню но это потом я надеюсь можно будет скопировать еще раз доделать и скопировать так что у нас тут вообще не знаю что что тут за склад какой-то дикий каким образом отсюда мне сапфирит забирать надо надо сейчас наверное все таки перепустить ну чтобы сапфирит возился наверх туда так тут у нас косяков тут нет надеюсь никаких а то может я бегаю здесь понаставил комбинатор оно не работает ну тут бочек нету потому что бочек уже он по самому по самому не балуй забит так мне нужно да отсюда не подворовать в общем я сейчас наверное тогда вот отсюда буду увозить через блин останавливать производство неохота отсюда оно должно увозиться наверх туда сверху блин ну наверх там расчет идет под двухвагонный под двухвагонную комбинацию из два вагона будут возить руду а не один здесь у нас один вагон стоит это крайне печально потому что мне будет не переделать туда вообще можно конечно сделать сейчас еще одно депо так еще одно депо поиск ломаный а ну это задавил кого-то я совершенно не помню отсюда что за поезда ездит депо вот сюда в эту сторону поставить потому что разгружается у нас топливо и нагрузить этим самым топливом ну давайте наверно так и сделаем такс владим сущности то что мы любим да нужна сетка и делаем копию здесь я ничего не перепутал так и затем лишь исключением что вот это вот нужно все убрать вот это вот да и в целом наверно эту ветку можно убрать называется сделал мол что нифига не сделал что нифига не сделал такс сюда развернули и наверно так вот будет такс сюда мне для этого чертежа потребуется что у нас тут вот вот инстанции 400 рельс мини лодеры 11 у меня практически все есть для этого кроме может быть лтн станции лтн станции наверное можно скрафт так так лтн станции 10 рельс у меня чуть-чуть не хватает рельс я не знаю где сейчас надо запросить 500 чтобы дроны принесут пускай 600 будет сто двести триста четыреста пятьсот и шестисот я здесь так сейчас я туда сбегаю у меня целом уже дрона ведь есть поэтому я могу расставлять так важно всего остального хватило вообще нужно по-нормальному бы ячейки меня сортировать то есть бункер сюда здесь светофоры этот заткнул и поставлю проходной что видно просто было так сейчас то растаем блин подземных конвейеров не хватит что есть крайне печально договаривались что мне тут подготовят станцию станция нифига не подготовлено раз не подготовлена станция я соответственно сюда руду не перенаправляю и не принимаясь замол хотя замол нужно было давным-давно уже приняться чтобы он начал работать но проблема в том что у нас руда кончится сейчас вот это вот сапфирица если сейчас не организовать поставки то это все будет тщетно потому что железо не будет банально вообще совершенно банально хоть выдумываю хоть не выдумываю железо просто не будет и все так что вот куда все уперлось ладно я после серии фиксиком скажу чтоб недостаток был устранен а то иначе крайне печальная получается ситуация сушите я могу скорость дронов еще пропачить военная урон или они на максимум прокачан мистические количество пока там расставляют у меня дрончик дать изучим немножко вот так вот сделать грузоподъемность дрона можно увеличить и скорость рабочего дрона давайте сюда переключить чтоб далеко не бегать нет придется бежать далеко однозначно скорость дронов это какая-то адская печаль ну текущая скорость так теперь мне такого количества рельс не нужно достаточно может быть 300 так затем мне нужны вот эти ребята ну пускай полтинника дальше ленты красные в количестве 300 штук что там еще не хватает станции железнодорожные станции в принципе фигня можно просто ресурсы запрашивать железные пластины они у нас идут вот-вот а ну они меня запрашиваются за 200 штук а что для станции не хватает тогда о молодцы как соленые огурцы даже рутина не в квадрате тут рутина в кубе просто даже это не рутина это тупина давайте тупить все вместе у нас все замечательно было красота же купила вам тут заниматься алексит как у нас быстро бегает ноги что ли поставил себе мега ноги ускоренные так ну чё дроны все мне привезли то что надо 50 так а здесь в чем проблема пластин что ли не хватает здесь и на станции 10 контроллер не хватает мини-лоудеры тоже наверно мне нужны тоже надо заказать постоянно не хватает так так сплиттеры желтые и красные так желтые ленты не знаю сколько у них тут потребуется 200 200 что дроны несете мне сделали у нас тут цех ну да здесь все благополучно настроили собственно как и просил на промывку на эту надеюсь все будет работать не ну наконец-то станция делать я просил эту станцию сделать сам начале серии ладно все равно не успел бы какая разница потому что вечный тупняк я блин почти обещаю то что сделаю таки нормальную схему вот под это под все чтобы логик отработала ну чтобы была защита от дурака то что вот эти вот пустые бочки туда-сюда грузится непонятно зачем вообще это в любом случае в любых схемах надо делать там просто ходишь и умножишь ну учитывая то что мы тут бомжуем у нас нифига в нормальном количестве нету полезных вещей приходится вот так заморачиваться так я не помню до столбы у меня заказаны и здесь комбинаторов нет комбинаторы комбинаторы тут скорее всего на депо на какое-то там на непонятное поставлен так и что лампочки здесь вторых мне тоже не наблюдается так и дешник здесь будет ну какой мне там нужен был в общем первый будет это это сырая руда второе это будет технические станции четвертый айдишник это у нас будет так четвертый это у нас будет блин геморрой вот вот с этим вот происходит из-за того что вот отсюда я по человеческой вести не могу фиг знает как перенастроить тут по идее ладно я здесь поставлю четвертую сеть иначе тут никогда это не переделаю напоминаю степени двойки здесь идут у нас вот депо с четвертой айдишником и так и нужно подать топливо да топливо я подам так убираем это убираем топливо я подам вот отсюда у нас делаются вон вот эти ребят хотя сюда можно перевозить было бы наверное твердое топливо подавать точнее да я наверно твердое сверху подам так будет проще здесь можно еще одну загогульную а потом доставить будет сейчас я делать не хочу сейчас хочу побыстрее запустить в работу все это дело и тут нужно сделать человеческую выгрузку сделала так здесь разбалансим манипулятор да мешает нам ну хорошо так будет перфекционисты будут страдать как обычно они пишут что я делаю как это херь но блин жизнь жизнь больше что я могу поделать давай сюда мне топливо надо подать в любом случае здесь у нас ограничено здесь у нас ограничено и тут все меньше двадцати хорошо сюда можно будет поездов накидать по итогу так это у нас будет четвертая сеть транспортная которая будет возить не знаю что она будет возить но допомни это надо чтобы сейчас вторая сеть служебная переехала сюда а четвертая у нас повезет короче первая будет возить руду на хаб наверное так сделаю вторая будет служебная четвертая сеть будет возить уже руду непосредственно с хаба по заводам примерно так да наверное так сделаю а тут у нас что эти два ну тут запрос идет и соответственно чтобы вот эти поезда начали нормально работать нет здесь нужно тогда будет добавить сеть здесь сеть будет и первая так и четвертая что первая четвертая работала нужно цифру 5 поставить все будет первая четвертая сеть у нас есть первая сеть сюда будет возиться и с четвертой первая сеть снизу будет сюда дживолит привозить а четвертая сеть сапферит смола сюда оно в принципе должно работать вот но здесь мне немножко не нравится вот это вот чтоб совсем меня не обвиняли то что я тут вообще тут все плохо сделал сделал хотя бы вот так вот и тут нужно минимум один пояс поставить так а сюда у нас сделана сеть номер один да нет здесь вообще ничего не задано а ну потому что он выключен и никак не посмотреть на выключенном комбинаторе ну это крайне печально так есть ли у меня локомотив вообще локомотивов нет хорошо локомотив тогда я сворю отсюда топливо надавал так будет и два вагона четвертый у нас повезет нет тут один вагон потому что он повезет из хаба туда так здесь значит задаем станцию ждите эти добавить у нас ага депо айди 4 должно быть назван вообще депот и 4 скобках все круто на переименовывать да депо д4 так ты значит точка тем что название так бездействие 5 секунд все сделал и начинаем копировать нет название станции депо айди 4 депо айди 4 депо айди 4 знаете как называется давайте создадим себе проблем а потом постараемся их решить вот это вот у меня типичная ситуация на фабрике создали себе проблем а сейчас пытаемся их решить и в общем отсюда как раз таки будет поезд с айдишником четвертым уезжать и приезжать сюда сейчас я туда настрою это дело и в принципе можно переводить систему будет а слева я запрос на руду уберу он там не нужен ну смысле на синюю руду вся руда сейчас поедет сюда я надеюсь мы сейчас этот хаб запустим хотя бы чтобы он хоть как-то начал работать так единственно что я не помню есть ли в депо номер одну в первой сети здесь первая сеть здесь вторая сеть первой сети нужно будет поезд сделать с двумя вагонами я отсюда подворую тоже вот и переделаю сейчас тут настроим тогда побырик так у нас уголь здесь у нас то что нам надо так 8000 включено 8000 включено так айдишник значит у нас тут будет какой там сказал четвертую вот четвертая сеть четвертая сеть у нас работает так и здесь здесь будет сеть номер один и запрос на 8 8000 перед включаем вот нет станции которые в сети номер один снабжают вот этим хозяйством так сеть номер один и его а ну тут еще и по поездам эти проблемы хорошо это включили сейчас обе станции запрашивают у нас сапирит на два поезда дальше сейчас я в депо ставлю один поезд который из первой сети сможет ездить и настраиваю остатки снизу поезд в сеть можно просто своровать отсюда не настолько много поездов так и сюда вот первая сеть на два вагона так дальше настраиваем слева вот тут конечно немножко запарно бегать туда-сюда а был давно наверное хотя давно тут не получилось бы сделать уж слишком большие масштабы и объемы это хорошо еще фиксики помогают так здесь у нас будет точнее здесь я запрос на сапирит убирают так поезд где тут едет надо дождаться пока поезд приедет и разгрузится наверно он дает у нас куда едет он запрос я на сапирит убираю тут сейчас у нас только вот эти ребята подживолит у нас ездить сюда нет на сапирит запрос нужно оставить нужен блин как сделать шестнадцать а нетворк один нужно опять поставить нетворк один чтоб четвертая и первая сеть вместе работали мы просто складываем их и начинает окей работать сеть пять произошел запрос какой то опять почему так непонятно а ну тут 14000 того и 15 этого значит все правильно и последнее что нужно тут пофиксить правом нижнем углу в правом нижнем углу это у нас получится так сеть пятая это у нас будет из хаба а оттуда оно должно наверх ездить но чтоб у нас оно оттуда наверх ездило там двухвагонные составы должны быть а там сейчас под один вагон рассчитано поэтому они наверх ездить не будут да и все и сейчас снизу я могу туда в хаб в принципе поезда направлять и они должны работать я надеюсь я ни в чем нигде не накосячил и в следующей серии уже подключу собственно вот эту станцию которую здесь уже сделали ну да практически она готова вот надеюсь подключу и оно все заработает они сейчас должны доделать здесь они имеют фиксики ну млексари здесь делают он уже расставил все замечательно и двухвагонные поезда у меня поедут сюда в мол вот сюда будет выгружаться наш наша руда вот это сапферит и отсюда он будет возиться вот в это место а здесь когда все кончится у нас вот в этом месте ну сама руда собственно она отсюда ездить она отсюда возиться тоже не будет примерно так потому что здесь осталось вообще кропали 208к все надеюсь оно все будет работать если будут возникать какие-то проблемы я естественно это буду фиксить на ходу вот серия на этом буду заканчивать если данные тупила вам все-таки интересно то обязательно поддерживать его лайками тупить я постараюсь конечно поменьше блин я надеялся что тупить не буду потому что дроны появились но даже то что дрон есть я все туплю потому что приходится переделать по 20 раз всякую фигню так ты куда едешь не суть так что все на этом все всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии пока 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 пока